всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу записать для вас расклад который называется что важнее всего на данном этапе что важнее всего наверно не буду делать большой просто посмотрим на что вам нужно обратить внимание сейчас и может быть посмотрим какой этап вы проходите сейчас и что вам важнее всего на этом этапе вот так посмотрим так позиции видите перед собой приступаем позиция номер один голубенький камешек этим так вот и оставляем здесь чтобы вы видели каких не хватает там коды есть в описании и так какой этап вы сейчас проходите и что вам важнее всего на этом этапе вот так посмотрим значит какой-то проходите разрушение разрушение того от чего вы долгое время обровнялись то есть от чего-то вы закрывались и сейчас знаете не кто-то вам эту оборону прорвал а здесь хочется сказать что вы это самостоятельно сделали то есть появилось такое ощущение что вот я хочу выйти из каких-то ограничений я хочу выйти от того по отношению к чему я защищалась вы как будто бы приобрели некую такую силу уверенность в себе и теперь вам уже не страшно то есть какое-то время вы закрывали за своим забором может быть уходили глубь себя не взаимодействовали ни с кем боялись не позволяли ни себе не другим соприкоснуться а сейчас происходит какое-то разрушение то есть вы уже понимаете что на самом деле это достаточно глупо закрываться от мира закрываться от других людей да здесь это как раз ки и показывает то что где-то может быть в каких-то моментах это было связано с вашим вот искать не взрослением да ты здесь как будто бы повзрослели и увидели что ну как-то глупо глупо жить вне мира вы этим самым себя ограничивать то есть вы увидели плюсы и минусы своей собственной какой-то позиции поэтому сейчас вы проживаете этот тап разрушения разрушается у вас какие-то иллюзии то во что вы верили да какие-то замки строили для себя из песка и сейчас знаете это сейчас рушится не потому что еще расскажу что кто-то вам навязывает либо говорит а вы сами к этому уже пришли знаете иногда бывает долгое время что-то отталкиваю от это слово отторгаю от себя потому что не верю потому что мне как-то не нравится ну слишком сильно эмоционируем какая-то детская такая позиция а потом какой-то момент садитесь и думаете ну а давай-ка я попробую да может быть есть все таки что-то в этом да то что мне говорят либо во всей этой ситуации может быть не стоит сопротивляться надо посмотреть на нее по-другому вот вы пересматриваете и вы видите что да где-то я была возможно не права то есть я закрывалась человека ситуации неважно чего от мира от каких-то новых возможностей и тут как будто бы созрели и говорите себе что а давай-ка я попробую что-то вот в этом есть может быть что-то и выйдет уже нету здесь не то что вы страх побороли здесь вообще не про страх а здесь про внутреннее взросление когда человек говорят знание это свет и когда мы чего-то не знаем мы этого боимся и ощущение того что вы поняли как устроена вот та или иная ситуация от которой вы закрывались либо вообще какой-то вот шаблон важно модель поведения вы что-то узнали об этом и это принесло во всю ситуацию свет и тогда вы уже успокоились то есть потому что вам стало все понятно ясно какая-то вот ваша модель поведения она прояснилась и вы решили ну разрушить свои собственные какие-то иллюзии например если у вас были отношения вам говорили что ну тебе-то человек не подходит а вот вы как-то верили что вот я могу его исправить я могу вложиться там все будет хорошо где-то внутри себя понимали что ну я здесь какой-то самообман а тут проходит какое-то время и вы не то чтобы поверили в то что вам говорили что этот человек другой а вы это сами захотели увидеть не другую сторону а увидеть реальность такой какая она есть может быть действительно этот человек не подходит мне а что я в нем такого нашла почему я так держалась за этого человека у вас возникает этот вот ощущение то что а что в этом такого было как будто бы знаете вот проснулись иногда бывает такое ощущение когда ты сам себе говоришь позже какую дурость я несла до либо по что я там такое дело вообще на меня не похоже и здесь как пробуждение да какое-то вот проснулись от сна от своих иллюзий так глаза протерли увидели о оказывается все по-другому но вы сами этого захотели и здесь такая ситуация что вы решили двинуться дальше здесь вот прям разрушили то а чего вы закрывались то вот от своих каких-то иллюзий и нацелились на дальнейшее движение знаете какое движение уже получение удовольствия для себя то есть если допустим в отношениях вы как-то тоже для себя делали да и говорили ну да я хочу получить примеру этого человека потому что потом вот мне кажется я буду с ним счастливым просто этого человека какие-то может быть сейчас трудности сложности мы вместе их преодолим вот а потом я получу свои плюшки которые я хочу но мы поняли что что-то не так да и плюшки то я не получаю и человек не решает какие-то задачи вот и разрушили все и решили ну поставили себя уже на первое место и решили получать удовольствие то есть здесь вот это вот разрушение она как-то вот вас то что вас скомпывала да как будто бы действительно произошло очищение вашей души и вот раскололся этот панцирь который вас стягивал жима иногда бывает так я так понимаю что женщина же все-таки на моем канале больше чем мужчин в прошлой столетии до когда женщины носили корсеты я их прямо так утягивали что же прям не вдохнуть и когда снимали эти корсеты так и тело так благоковенно отдыхала расслаблялась да ну либо еще такой момент особенно те у кого большая грудь меня пойму да когда ходишь в лифчики долгое время так снимаешь себя вообще всю эту одежду этот яичек и так хорошо вот 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 послабление вот здесь вот что-то такое да то есть вы убрали то что у вас скомывало и получили от этого удовольствие то есть вы убрали вот эти свои иллюзии вот это вот напряжение это сопротивление и ощутили удовольствие от того что расслабились от того что перестали сопротивляться и вы поняли что эта позиция и эта тактика она намного лучше она более эффективная это то что с вами сейчас происходит что вы должны знать вот в этой ситуации это может быть ситуация в любой до сфере вы уже на себя смотрите что вы должны знать дьявол что с этим дьявол а это был ваш урок это был ваш потому что выпадает дьявол и не повешенный да то есть это был ваш духовный урок чтобы вы повзрослели чтобы вы самостоятельно увидели где вы ставите себе ловушки где вы занимаетесь самообманом и как раз таки пересмотр до долгое время какая-то ситуация зависала не развивалась и вы должны понять что это не развивалась причем и потому что вы должны были по дьяволу как раз таки прийти к осознанию прийти к вот не то чтобы прозрение увидеть где вы поступали не так по отношению к самим себе да с какие страхи где вы сами себя обманывали по по дьяволу где вы давали сами себе может быть какие-то обещания как потом который в конечном итоге не выполняли опять-таки все я больше не буду с этим человеком общаться если он придет меня попросит вернуться я это не сделаю допустим если хозяин попросит вернуться на работу я это не сделаю каждый раз возвращались и вот сейчас я ему это скажу то сделаю либо наоборот сценарий когда слова не сдерживались когда вы накладывали проекции идеальных ожиданий от другого человека либо от ситуации вот это все были уроки да то есть вот здесь вы должны были прозреть самостоятельно и на что вам нужно обратить внимание на то что вы проходите этот урок если вы его еще не прошли я либо только вступили ну каждый на своем этапе да то вам нужно обратить на это внимание что это урок причем урок который будет вознаграждаться плюшками такими знаете радости удовольствия счастья и если для кого-то важны пендакли значит пендаклями если для кого-то важно построение семьи этот урок завершится да как если вы его пройдете созданием семьи на что нужно обратить внимание на именно на на семью на ценности знаете вот на свой фундамент то что важно значимо для вас не то что важно значимо для других людей а именно для вас посмотреть какие люди вас окружают как они влияют на вас потому что может быть здесь еще и не очень-то хорошее влияние но в принципе да урок который вы проходите на что нужно обратить внимание это я бы сказала на то что вы хотите то что вы сейчас выстраиваете то что в дальнейшем будет плодородить здесь что вы делаете для чего вы это делаете да здесь вот такие вот понимание да на свое будущее то есть то что вы сейчас закладываете то что вы сейчас строите это даст вам плоды в будущем то есть вы как будто бы с ориентиром на будущее выстраиваете выстраиваете свой момент здесь и сейчас то есть своим собственным выбором вы уже повзрослели вы уже к те кто прошли этот урок кто нет находится на пути вам нужно знать что что вы хотите для себя в будущем а это будет для вас ориентир и идите именно к этому будущему не сворачивая не обращая внимание на хочет сказать на какие-то сирены которые появляются на вашем сирены появляется на вашем пути да то есть не слушайте никого слушайте то к чему вы идете и осознавайте ради чего вы это все делаете да допустим если вы хотите семью к примеру для чего вам семья ради чего вы готовы как говорится преодолевать какие-то трудности сложности до ради семьи ради какой семьи что вы хотите какая эта семья должна быть что она вам даст конечном итоге какие эмоции какие состояния к чему вы стремитесь есть такие вот вопросы за делом на будущее но уже сейчас вы это делаете потому что вы как будто бы разрушаете да вот эти вот свои иллюзии программой и идеалы проекции но вместо них надо одновременно что-то строить то есть разрушить понятно что а что построить вам возможно и не совсем понятно поэтому обращайте внимание на то что вы строите ok разрушили а что построить то есть нельзя оставлять просто так ну то есть разрушила башни разрушилась фундамент все до фундамента а для чего ты это все разрушал ведь что-то другое хотел так вот делай акцент на то что ты хочешь построить они на то что рушится то есть это вот как будто бы уже такой знаете переходный этап от одного к другому это у нас была с вами первая позиция благодарю и мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку какой какой этап вы сейчас проходите и что важнее всего на нем знать этап отшельника вы сейчас проходите то есть вы сейчас определяетесь куда вашему ребенку это может быть кстати в прямом смысле да куда вашему ребенку идти дальше в каком направлении может здесь какой-то вот жизненный путь связанный с ребенком для кого-то если это важно если это для вас то здесь вы как будто бы определяетесь для себя что я могу сделать для своего внутреннего ребенка да как я его могу исцелить что я хочу куда я хочу пойти здесь внутренний поиск сейчас вы закрыты вы вошли в позицию отшельника отдаление уединения для того чтобы определиться да в своем дальнейшем пути куда я хочу пойти причем здесь знаете именно в контексте пашкубков у нас всегда говорит о любви всегда говорит о чувственном аспекте пашкубков это тот ребенок тот персонаж который познает мир через любовь через состояние то есть если меня обняли если меня погладили значит меня любят если на меня не обращает внимание значит меня не любят это вот такая вот детская позиция но именно познание мира мира чувств мира состоянии мира эмоций и вот как будто бы вы здесь сейчас определяетесь но возможно через какой-то эмоциональный план да то есть не логически раскладывая все по полочкам а именно через эмоции состояния но у вас сейчас в принципе ничего такого особенного и не происходит в жизни кроме того что тяжесть того что ничего вот именно ничего и не происходит а какая-то вот умеренность может быть ничего и не радует показать здесь не про апатическое состояние а здесь когда ничего не развивается ничего не происходит и либо такой период когда вы не можете повлиять на какую-то ситуацию и вам приходится просто проживать проживать и это сложно очень в чем сложность а трудность у вас с деньгами финансовые какие-то трудности у вас да там идут какие-то очень серьезные перемены спрашиваю связанные с чем связаны с справедливостью здесь вы может быть суды какие-то да каким если это профессиональная сфера да здесь подписание договоров какие-то да может быть увольнение произошло может быть сокращение может быть деньги задолжали но какие-то вот знаете действительно ситуация на которую вы не можете повлиять потому что она связана как-то законом как-то завершение да по закону ну я не знаю там уж компания закрылась может быть то есть как какое-то завершение но это был естественный такой переход есть вы вы знали что все идет вот как-то с спаду может быть если вы работаете на себя даже не на кабмане то увидите что как-то все идет к убыткам то есть нету какого-то развития я пока еще не знаю здесь ощущение того что может быть этот этап он уже завершён то есть поэтому скорее всего и думаете как вы но переживаете да так скажем волнуетесь как я дальше буду зарабатывать либо что нужно сделать здесь нету уверенность в себе куда дальше двигаться поэтому скорее всего у вас и выпадает отшельник да то есть вы определяетесь что вы хотите сделать куда вы пойдете как вариант да если сменить допустим работу профессию либо как дальше зарабатывать то есть как дальше жить что делать потому что очень много обязанностей очень много трудностей да какие-то сейчас вот связанные с деньгами хорошо это вот такая ситуация если это ваше слушайте дальше если нет просто это ну другая другую позицию выберите это потому что здесь конкретная ситуация у меня идет хорошо что вам нужно обратить внимание на этом этапе но во первых не впадать в какой-то негатив эмоциональный да почему потому что ну двойкам всегда свойственно слишком переживать волноваться что вот у меня ничего не получится главное чтобы не опускались руки потому что это этап он пройдет и вы это знаете но вы очень может быть мнительный может быть ранимый может быть чувствительны не слишком близко к сердцу принимаете спрашиваю стоит нет не стоит ситуация разрешится потому что выпала тройка жезлов да вы найдете решение на что нужно обратить внимание опять-таки сила выпадает да да то есть найти в себе силы си силу воли дальше я как-то двигаться собраться ощущение того что в том эмоциональном состоянии в котором вы находитесь сейчас вы не сможете найти решение почему потому что вы находите в низких таких вибрациях а там решение нет то есть для того чтобы решить задачу вам нужно всегда подняться выше уровнем той ситуации на которой она была создана то есть если вы сейчас в упадке да вы даже если есть какие-то решения вы их либо не услышите либо не заметите потому что вы полностью погружены вот на на себе сконцентрирована погружены в себя сконцентрированы на каких-то негативных переживаниях да может быть бывает тогда иногда когда занимаешься самобичеванием ничего хорошего нету и вот тебе говорят что да все пройдет да не я не верю то есть вы даже не слышите вот здесь чтобы услышать чтобы решить задачу вам нужно изменить свое состояние настроение то есть захотеть найти решение до увидеть позитив то есть переключиться на на позитив изменить состояние найти в себе силы королева жезлов до найти в себе силы услышать взаимодействовать с людьми услышать решение найти его до загореться здесь позитива не хватает вот вам не хватает реально позитива потому что вы как-то вот погружены в себя и у нас тройка мечей да вот сейчас как будто бы такой этап у вас скорее всего ничего не вижу ничего не знаю ничего не слышу поэтому вам говорят первое что нужно сделать и даже не решение нам показывается а показывается на то что смените свой настрой да то есть как приемник на что вы настраиваете сейчас вы настроились на волны какой-то вот такой дождливой погоды и меланхолии вам говорят что ну в этой меланхолии хочется сесть под пледом горячими с горячим шоколадом либо чего там кофе чай вот укрыться с теплыми в теплых носках махровых таких вот сидеть и плакать о своей судьбе какая я вот бедная несчастная ничего я не хочу делать вам говорят вот в этом настроении конечно же ты никуда не пойдешь никакое решение не услышишь что даже в гости к себе никого не принимаешь то есть ты закрыта от мира либо закрыт надо переключиться до поменять вот эту вот волну радиоприемника и настроиться на что-то позитивное здесь даже не на то конкретно как решить задачу а на то что увидеть да я не знаю может быть посмотреть как люди позитивно смотрят на мир как они улыбаются может быть комедию какой-то посмотреть а то есть вам нужно настроение поменять изменить настроиться на то чтобы тучки ушли и солнышко появилось потому что сейчас вы находитесь в точку тучки когда есть на небе они солнце закрывают но солнце никуда не уходит а она как было она так и естьと есть решение как было но так и есть не просто тучки вам его закрывает вот ваша задача определиться со своим выбором либо вы сидите и тучки вам закрывают это решение либо вы разогнали эти тучки увидели решение вот здесь как то так здесь очень точный какая-то конкретная ситуация нас была описана это вторая позиция мы с вами переходим к позиции номер 3 на каком этапе да вы сейчас находитесь и что вам важно знать на вашем этапе каком этапе вы находитесь сейчас семья на здесь семья для кого-то важно радость кубки может быть кто-то наслаждается семьей либо важно кого-то мысли по поводу семьи на король мечей кто-то здесь размышляет думает о семье с чем связаны мысли построение что-то нового что именно здесь может быть кто-то думает о том если вы мужчина о создании семьи опять-таки если вы мужчина как вы сможете эту семью обеспечить если вы женщина возможно вы хотите построить семью для себя да и думаете об этом если у вас есть семья то вы думаете как заработать как здесь с деньгами связано которые нам направлены на семью что с этой семьей почему семье нужны деньги здесь может быть кто-то хочет переехать и нужны деньги либо кто-то переехал и надо построить выстроен эти эмигрировал и нужно теперь понять а как же я буду жить дальше да то есть как я буду зарабатывать где я смогу взять деньги то здесь как-то с передвижением связано либо кто-то хочет но уже начинает думать как заработать на того чтобы поехать в отпуск для семьи либо как-то приобретение может быть автомобиля здесь какие-то конкретные вещи причем автомобиль не для личного пользуют как-то для для семьи на может семья расширилась и это было например трое детей теперь стало например четверо либо пятеро и как их все переводить надо другой автомобиль здесь какие-то вот такие вот мысли по поводу движения движение вперед и нацеленность на это движение это каким-то образом связано с семьей хорошо если вы в этом узнали свою ситуацию слушаем дальше да на что вам нужно обратить внимание если нет посмотреть просто другую позицию на что вам нужно обратить внимание солнышко все хорошо будет здесь как будто бы позитив что вам дастся какой-то шанс на посмотрите если вы переехали да и это ваше новое место все хорошо будет солнышко говорит о том что все будет достаточно позитивные ту спиндакли да будет возможность то есть шанс на что на рыцаря педакли то есть шаг за шагом выстраивает выстраивать то что вы хотите да по тройке педакли то что вы для себя наметили то есть в новом своем каком-то начинании вы которые вы получили как шанс да вы постепенно поступать и на с терпением будете идти к своей цели и вы ее получите но то за что вы боролись сюда здесь такое ощущение вы это и получили да здесь был уход и рождение чего-то нового уход от того либо вы как-то переживали волновались эмоционировали а пришли к тому что сейчас как-то у вас связаны руки вот из-за тех перемен которые вашей жизни произошли что-то новое у вас родилось что именно здесь может быть действительно для кого-то создалась семья и причем эта семья может быть с человеком который живет на расстоянии надо было к нему переехать вот что-то здесь связано с передвижением и созданием семьи здесь не не отношения здесь именно семья здесь такое вот официальное что-то чувства какие-то да вот опять аркан семьи но здесь хорошие понимаете здесь хорошие карты я не вижу что здесь какие-то вот трудности если они есть то они какие-то временные то есть вы найдете какое-то решение вы его обдумывать и вы найдете потому что выпадает высший суд и на девятка педакли да то есть благополучная такая карта на что вам нужно обратить внимание имя нужно обратить внимание на ваше какое-то вот бездействие либо то что вы ждете либо то что не происходит то есть семерка педакли и четверка мечей да карта бездействия карта остановки ожидания чего-то до время нужно обратить внимание дальше потом у нас выходит ярофант то есть обратить внимание на как-то на свое мировосприятие по поводу денег что-то здесь не так что не так знаете есть такое ощущение что кто-то из вас может хочет хочет заняться какими-то эзотерическими практиками и на этом зарабатывать деньги и ему кажется что вот на этом не получится то есть невозможно заниматься любимым делом и получать от этого деньги здесь это убеждение она вас ограничивает каким-то образом да почему потому что здесь ценность себя через мистические знания через тайные какие-то знания и и выпадает пятерка педакли говорящая о кризисе либо у вас в вашем направлении если вы занимаетесь такими практиками есть сейчас какой-то кризис но вообще-то я вижу что здесь просто есть какое-то убеждение говорящие о том что он не получится зарабатывать на этом либо долгое время не получается зарабатывать на любимом деле и в данном случае любимое дело это эзотерика что на что еще обратить внимание на луна попадает а нити что это как раз таки это ваше иллюзорное какое-то непонятное отношение это вашей голове понимаете здесь какой-то вот обман обман и причем интересно выпадает колесо фортуны да вы как-то вот по кругу ходите в этой ситуации судьбоносным причем великий аркан они краски говорят что если есть какие-то трудности сложности то это в принципе это в вашей голове это ваш обман вы долгое время ходите по кругу да как-то вот не уверены и все никак не можете ну завершить эту ситуацию победителя здесь вот я не буду смотреть какое решение да на что обратить внимание здесь вот нужно обратить внимание как раз таки на на то что вы ходите по кругу а если вы ходите по кругу значит есть какая-то модель поведения которую вы для себя одни осознаете вот она ведет вас как заезженная пластинка по одним и тем же проторенным путям здесь вот вам нужно это заметить увидеть и как раз таки здесь еще знаете может быть что страх да что семье то деньги нужны а у меня денег нет я как-то не могу продавать свои услуги вот этот вот страх он как-то запускает вашу модель поведения того что я никогда не заработаю на на своем любимом деле увидите эту цепочку страх заработок на любимом деле что включает страх в том что я не могу обеспечивать свою семью да то есть здесь страх выживания как-то и он включает эту всю вашу модель в общем отследите здесь какая-то такая не то что есть проблемы я не что были здесь реальные какие-то трудности сложности здесь больше сложности какие-то не совсем объяснимые да вот они как-то вот бессознательные они по луне потому что карты в принципе они достаточно так позитивно направлены вот здесь вам с собой надо разбираться понять в чем причина здесь какие-то вот убеждения стоят вот и вы вроде бы их ищите ищите а с этот осознать не можете да вот уловить не можете вы как-то вот понимаете что что-то есть да вот в пространстве я как-то вот как будто бы хочу схватить за хвостик да я вот так она что там мелькой мелькает беленькой там вот хочется схватить и все как-то не получается да какие-то вот призраки но здесь надо расслабиться в первую очередь и посмотреть вот эти вот модели поведения где и когда у вас появляются эти страхи что вы думаете какие ситуации какие триггеры какие якоря запускают вот эти вот ваши убеждениях нужно просто отследить и спокойно продолжать делать то что вы делаете и как только они начнут появляться опять вы будете осознанно себя останавливать и говорить нет я выбираю другой путь и идете по другому пути по другим убеждениям по другим моделям вот но это будет не быстро потому что вам надо первое надо это словить надо это осознать надо это увидеть как это вот всю эту цепочку отследить в другой был на сегодня небольшой расклад благодарю за ваши комментарии с вами прощаюсь до новых раскладов